Всем привет! Наконец-то, наконец-то я сегодня работаю по бизнесу и по премиуму. Как вы видите, я в костюмчике, очень офишл. Я вообще редко, когда вот так вот официально выгляжу, это просто нонсенс. У меня галстук, рубашка белая. Не могла просто белую купить вот с такими штучками, просто взяла, потому что она очень понравилась. Вот, пальто классическое, юбка, короче, тоже классическое, ниже колена. Я готова и прям вооружена. В прошлом выпуске никто, вот реально, никто не угадал полностью вот машину, на которой я буду ездить. Угадали только марку. Это BMW, ребят. Да, это действительно BMW. Сочная такая. Но, но никто не угадал, что это BMW 7 в новом кузове 2019 года, ребят. Никто не угадал. Сейчас мы с вами ее заправим, а после я покажу вам эту тачку. Она такая сочненькая. Но единственное, честно, честно скажу, по-моему, вот небольшой такой переборчик с этими ноздрями. Слишком уж они большие. Ну, кто как считает, опять же, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому покажу вам. Сейчас заправимся, и вы тоже скажете свое мнение по поводу этой тачки. Ну, так она выглядит прям так стильненько, круто. Еще подсветочка эта фиолетовая, как в Майбухе тоже. Такая прям красивая. Знаете, вот еду на этой машинке и чувствую себя комфортно. Это вам не Солярис. Круто, конечно, вообще. Ну, вот и все. Я приехала на заправку. Здесь у нас лючок открывается нажатием. Заправлять я буду, кстати, дизель. Вот первый раз, вообще говоря, заправляю дизель. Всегда там 95-й, 98-й или еще какой-нибудь. Но вот сейчас сегодня у меня будет дизель. Заправляю до полного бака, чтобы потом не париться и с клиентом не заезжать и не заправляться. Я что-то погорячилась, на самом деле, сказав про то, что буду заправлять полный бак. Вот сейчас 49,9 литров и достаточно, на самом деле. Больше мне, наверное, не надо. Все, сейчас пойдем оплачивать. Ну, вот и все. Я заправилась. Сейчас я еду прямиком в центр. Буду ждать заказик. А пока я еду, посмотрите, на какой красотке я еду. Ребят, зацените, какая это сочная малышка вообще. Посмотрите, какая она красивая. Какие у нее большие ноздри. Конечно, ноздри мне эти не очень нравятся, но я к ним уже привыкла. Смотрите, какая она классная. А глазки у нее какие дерзкие, да? Как она сурово выглядит на фоне нашей с вами мамы Раши. Очень красиво вообще, да? Какие колеса огромные. Вы посмотрите просто, какие они огромные, эти колеса вообще просто. А хром какой красивый, прям сверкает. Вообще так выглядит она офигенно. Прям такая, знаете, лакшери тачка. Прям вообще супер-супер кар. А жопка у нее какая красивая. Зацените этот двойной выхлоп и как круто нарисованы задние фонари. Если честно, я даже не знаю, что лучше. Майбах или Бэха семерка 2019 года. Смотрите, какие вообще, блин, мощная машина. Давайте заценим салончик, какой там он красивый. Я тут, конечно, кучу своих проводков, как обычно, напихала. Но вообще, смотрите, да? Такой руль красивый вообще. Здесь куча всяких вот переключалок. Кстати, кстати, вы знали, что погромче и потише? Можно, знаете, как сделать? Вот таким вот, короче, движениями руки. Вы просто крутите в воздухе пальчик, и машинка делает, прибавляет громкость и уменьшает ее. Вообще круто. Здесь, наверное, сейчас не видно, хотя нет, сзади видны вот эти вот подсветки. Вот это, видите, да, какая красивая тоже вообще офигенски. Очень-очень классная машина. Салон такой богатый. Красиво выглядит. Хотя, кстати, это самая такая минимальная комплектация. То есть это не максимальная комплектация, но даже с такой комплектацией выглядит круто. Смотрите, какая огромная дверь. Вообще просто огроменная, такая длинная. Кстати, тяжелая. Нет, легкая. Ну такая, знаете. Ну, потяжелее Соляриса будет. Вот. И, короче, мы открываем эту дверь. Здесь так много места. Просто она прям вообще длинная-длинная. Ну что, давайте попробуем заработать на этой красотке. Я думаю, что получится срубить бабосиков. Правда, сегодня я буду работать только по одному агрегатору. Это по Яндексу. Не знаю, что из этого получится. Это моя первая смена. Так что, ребят, пожелайте мне удачи. И всем приятного просмотра. И, кстати, я взяла эту красотку у компании «Такси БМВ». Им поставляет машина лучший официальный дилер России 2018 года – Борис Хофф. В компанию «Такси БМВ» вы можете устроиться водителем и получать 36,3% от общей выручки при выполнении плана. Ни за что не платя. Ни за бензин, ни за мойку. Кстати, зарядки там тоже. Их не нужно будет покупать. Они уже в машине есть. Рабочий телефон. Короче, вам ни за что не нужно платить. Вы просто выполняете план и получаете свои 36,3%. Также компания «Такси БМВ» может сдать вам в аренду этот автомобиль по самой низкой цене в Питере. У них порядка 60 машин в парке. Есть «Пятерки» ценой пониже. Есть «Семерки» 2017-2018 года. И вот такого года, 19-го, новая тачка у них тоже есть. Так что, ребята, если вы устали от эконома, если устали от комфорта, от таких, ну, порядком реально невежливых людей, то приходите в компанию «Такси БМВ» и начинайте зарабатывать хорошие деньги, с хорошим настроением, в комфортной тачке. Так что всем советую. Ссылочки будут в описании под видосом. И еще самое главное хотела сказать. То, что в бизнес-такси, к сожалению, не пристегивать с ремнем нельзя. Поэтому я просто обязана сейчас пристегнуться. И все мои комментаторы, все мои подписчики любимые, которые за то, чтобы я была пристегнута, сегодня будут искренне радоваться. Потому что я сегодняшнюю смену откатаю пристегнутая. Ну, все, я приехала в центр. Сейчас стою, жду заказик. Я вот уже на линии. Вот. Надеюсь, что в ближайшее время заказ прилетит. Я не знаю, где мне стоять. Стою вот сейчас рядом с рестораном и с ДЛТ. Неподалеку от меня еще галерея. Я думаю, что если я здесь сейчас не поймаю заказ, придется, наверное, ехать куда-нибудь на Ваську, на Петроградку, на Крестовский. Ну, не знаю, вообще говорят, что, кстати, среда именно по бизнесу и по премиуму такой тухленький, короче, денек. Ну, не знаю, посмотрим. Я не знаю вообще, как я буду сейчас встречать пассажира, блин. Мне просто очень страшно вообще. Меня аж трясет. Я так нервничаю. Просто, просто жесть. Надеюсь, что все будет хорошо. Правда. Это для меня вот первый раз реально. Первый заказ мне прилетел. Если честно, у меня заколотилось сейчас сердце. Все, я поехала. Короче, куча эмоций. Два с половиной километра мы проехали, ребят, 633 рубля. Такие цены, блин, на экономию можно увидеть, только если вы минут, не знаю, 40-30 едете. Там была пара молодая, парень с девушкой. Я, получается, открывала дверь девушки сначала. А парень сам сел, то есть ему не нужно было открывать. Конечно же, спросила по предпочтениям. У них не было никаких предпочтений. Мы поехали, вот как показывал навигатор. Минут 15, наверное, мы ехали. У меня же кушачок торчит вот от пальто. И этот кушак застрял в двери там вот на улице, болтался. Это я настолько невнимательно закрыла дверь, потому что мне было реально очень страшно. Я переживала, капец как. Вот. И, короче, когда мы стояли в пробке, велосипедист, проезжавший мимо, такой ко мне подъехал. Ну, такой стучит в окошко, типа, вот, ну, там, кушак. Я поняла его без открывания окна. Потихоньку тащила, короче, кушак. Но пассажиры все равно спросили, типа, что такое, что он хотел. Вот. И я объяснила, что у меня кушак, короче, выпал. Да, я такая, конечно, клуша просто. Еще, кстати, по совету моих подписчиков и по совету водителей вот из этого парка, я купила конфетки. Правда, не коровку там, а, короче, сосудчие конфеты. И тоже угостила такая, ну, сказала, вот, угощайтесь там конфетками, ля-ля-ля. Такие все заулыбались, тоже приятно. Опа-па, еще один заказик мне прилетел. Стоило только заехать на конюшенную площадь. В подаче получается полтора километра. У меня опять сердце начало колотиться, просто жесть. Просто жесть, как так? Почему так страшно? Мой второй заказ, цена 499 рублей. Два заказика вот у меня сейчас по бизнесу были. Что-то по премиуму пока вообще тишина. Вот, но надеюсь, что будет по премиуму. Короче, мужчина сейчас меня завалил комплиментами. Вам так идет форма, типа, очень-то красиво и все такое. Ну, короче, очень-очень приятно, реально. Единственное, мне очень тяжело вот ждать так долго заказ. Для меня это, правда, очень тяжело. Вот, так, короче, мужчина оценил мой костюм, сказал, что просто шикарный. На самом деле, вот, я думала то, что будет реально сложно работать, что я буду всегда молчать, сидеть и тому подобное. Нет. Вот, например, когда вот пара, да, у меня была первый мой заказ, да, действительно, как бы с ними я не разговаривала, потому что они между собой общались. А вот мужчина сам, вот второй мой заказ, который сейчас вот был, это мужчина, он сам со мной разговаривать начал, там, спрашивать про то, как я справляюсь с такой машиной и тому подобное. Короче говоря, я хоть немножко разгрузилась, и это был действительно приятный такой разговор. Почувствовала, что это не страшно, а то я реально просто у меня как заказ приходит, все, у меня сердце в пятки, мне прям трясет. Сейчас я еду снова на то же место, с которого мне прям быстро пришел заказ. Надеюсь, что там мне опять же он придет. Короче, у меня очень жарко, правда, я сейчас умру. Я пошла открывать багажник и класть пальто в этот багажник, потому что мне очень душно. Блин, нифига себе, мне еще один заказ прилетел. Обалдеть просто. Да ладно, ребят, до Пулкова поедем, прикиньте. Все, короче, пофиг, я в пальто поеду. Погнали. До аэропорта я еще не ездила, это мой первый заказ в аэропорт по бизнесу, либо по премиуму, к сожалению, я не могу сказать. Только когда отвезу заказик, уже узнаю. Вот, и блин, это прикольно, на самом деле, интересно, сколько будет стоить. Подача, кстати, там была всего лишь 800 метров до заказа. Собрались и работаем нормально. Спасибо большое, всего хорошего вам. Ну вот и все, отвезла я свою пассажирку в аэропорт. Заказ, ребята, стоит 1523 рубля. Охренеть. Просто охренеть. У меня реально нет слов. Это очень круто. А еще, кстати, смотрите, 33 минуты мне всего ждать. Я думаю, что, наверное, я все-таки подожду в аэропорту 33 минуты и уеду с заказом отсюда. Нежели буду холостая, просто вот ехать одна отсюда. А еще, когда я женщину высаживала, она, когда на меня посмотрела, так сказала, ой, какая у меня приятная водительница. Это было очень мило и очень приятно. И да, кстати, ребята, когда вы здесь стоите, обязательно поднимайте крышку багажника, если у вас номер на крышке багажника. Либо как-то залепляйте свой номер, потому что фоткает, ездит черный форт и фоткает тачки. А потом вам приходит штраф на полторы тысячи, так что будьте осторожны с этим тоже, с аэропортом. Сейчас у меня времени сколько? 7.22. Вот, 7.22, да. И, грубо говоря, я 3 часа на линии. У меня теперь зато есть время скушать батончик вкусненький. Вот, подкрепиться, отдохнуть. И это не как на экономе, блин. В аэропорту стоять ждать не 27 минут, да, а там 2 часа. По-моему, это намного круче. Если честно, у меня куча, просто куча впечатлений, и это очень круто. Правда, мне было безумно страшно в начале, но потом уже стало все хорошо, я раскрепостилась, скажем так, и более-менее, в общем, начала не так сильно бояться. Мне сейчас звонил вот мужчина, которого я базила, да, второй мой заказ, и такой мне говорит, милая девушка, которая меня сегодня везла. Я его забыла, там, одну такую штучку для съемок в багажнике. Я открываю багажник и смотрела то, что реально нету до этой штуки. Вот прям весь багажник осмотрела, а потом, оказывается, она закатилась просто. Она такая небольшая, и, ну, короче, в общем, ее даже незаметно. И реально все, вот я ее нашла. И он мне такой говорит, вот там, как будете проезжать мимо того места, куда я его отвезла в центре, завезите мне, пожалуйста, эту палочку, короче. Вот, я вам доплачу, ля-ля-ля. Интересно, сколько. Прошло уже больше 30 минут. Мне по-прежнему пишут, что полчаса ждать. Как бы, ну, я не знаю, я подожду еще вот минут, наверное, 15 и поеду отсюда, потому что, ну, потому что это капец, капец. Если бы сразу мне написали, что час ждать, я бы, наверное, здесь не осталась. Вот. А еще, кстати, здесь есть платная парковка для таксистов 30 рублей, ребят. Здравствуйте. Я извиняюсь. Да. Лёля, там же вы? Да. Только братишка не верит, что здесь. Да, конечно, давайте сфоткаемся. Братишка не верит, что вы здесь. Лёля, я вас очень уважаю. Вы таксист первый класс. Спасибо вам большое. Вот сейчас на бизнесе попробовала. Ну, как, экзамен сдали? Да, да. Мы так переживали. Да, да. Мы ведь только смотрели, вы проезжали, говорили, не приносили. Так, как работа? Нормально. Ну, пока первый раз. Я первый раз в этом бизнесе, мне страшно прям, реально. Мне прям страшно было. Бизнес-класса в первый раз выходит, да? И как нормально все? Ну, нормально. Там заказы. Я за вашими роликами следую. Ну, Яндекс вы научили, вы мне. Да, от Яндекса. Да, Яндекс получил. Мне кажется, там больше заказов. Больше, больше, больше. Когда ты больше за них выполняешь, еще больше заказов. Да, да, да. Спасибо, что вы есть. Все, да не за что. Оля, надо знакомиться. Взаимно. Сейчас ко мне вот еще один человек подошел. Блин, на самом деле прикольно, правда. Очень приятно, очень классно вообще. Спасибо большое, что вы у меня есть, что вы у меня смотрите. Я вас очень сильно люблю и ценю, правда. Спасибо большое. Ребята, заказик прилетел. Ура! Я очень долго ждала этот заказ. Наконец-то он прилетел. Сейчас, короче, подойду, расплачиваюсь за парковку и поеду на заказ. Второй раз сейчас я уже заезжаю не через 15 минут, а через час. Поэтому волноваться мне не приходится, что мне придется платить штраф. Поэтому как бы все нормально. Но все равно обидно, что как бы и приложение писало всего там 26 минут, да, подождать. А по факту я ждала намного больше и, ну, не прикольно просто. Надеюсь, что заказ этот будет стоить нормально, потому что там 26 километров, 45 минут в пути. Я думаю, что он за тысячу должен быть. Алло. Алло, да, здравствуйте. Вас из Яндекс.Такси беспокоит. Простите, пожалуйста, я серьезно очень сильно тупанула. Я приехала на отправление, а не на прибытие. Простите, пожалуйста. Возможно ли будет вам подняться как-то наверх? Ну, вот не на нижний этаж, а вы таксисты, что ли? Да, 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 я таксист. Я просто сегодня первый день на бизнесе и очень сильно переживала и перепутала, блин. Знаю, где здесь отправление, где прибытие. И вот немножко тупанула, правда. Простите, пожалуйста. Вот первый раз... Вы наверх подъехали? Да, я наверх. Да, я настолько тупанула, что я приехала наверх. Вообще кошмар, просто кошмар. Мне самой очень стыдно. Простите, пожалуйста. Да, спасибо вам большое. Я вас буду здесь ждать. Хорошо. Спасибо. Ребят, я просто вот тупая овца. Я не знаю, как так можно было, но я реально вот что-то перенервничала, когда заказ пришел. Ну, я еще так долго его ждала. И я, получается, приехала не на прибытие, короче, а на отправление. Нормально вообще? Просто я идиотка. Вот у меня больше нет никаких слов, честно, вообще идиотка просто. Ну, мы с мужчиной сейчас нормально поговорили, он понял меня. Ну, я объяснила ситуацию, что реально первый день работаю, перенервничала там, ну, все такое, он меня понял. Какое-нибудь что страшного? Сейчас я поднимусь. Просто жесть, просто жесть. Мне повезло, что мужчина. Правда, повезло. Все ужасы, конечно. Предпочтения у вас по маршруту какие-нибудь есть? Да, по ЗСД. По ЗСД, да? Там конфетки у меня угощаются, в двери лежат. Не зря, на самом деле, я так долго стояла и ждала этот заказ. 1537 рублей, ребята. Ехали мы, на самом деле, всего 23 минуты. Мы потому что ехали по ЗСД. Вот, и, естественно, за ЗСД я не платила, платил пассажир. Вот, конечно, мощно, правда. Для меня после экономы это просто шок. Я сейчас еду, получается, к этому моему пассажиру, который забыл у меня вещи. Вот, и просто, вот, он мне назвал адрес. Я сейчас чисто по приколу в Яндексе посмотрела, сколько это стоит. Вот, ребят, 645 рублей по бизнесу. Это получается, что, как бы, я должна с этого заказа получить как минимум рублей 600. Ну, как бы, я понимаю, что я просто ему отвожу вещь, но по факту я не должна этого делать. Я сейчас нахожусь на Петроградке и спокойно могу встать около ресторана какого-нибудь по пути здесь и стоять и ждать кого-нибудь, правильно? Поэтому посмотрим, насколько щедрый мужчина и насколько щедрый он меня отблагодарит. Мне прям даже интересно, если честно. Офигеть, ребята, знаете, сколько мне мужчина оставил? Блин, еще заказик. Еще заказик прилетел. Офигеть. Слушайте, мне очень нравится здесь работать. Короче, мужчина мне оставил 2000 рублей. Вы представляете? Я в шоке. Я просто в шоке. У меня реально нет слов. Подача, кстати, заказа полтора километра. Поедем в какую-то деревню там вообще. Я думаю, что нормально будет стоить заказ. Когда я увидела, ну, я думала, там, знаете, ну, 500 рублей он мне накинет. А тут 2000 рублей. Я такая, чего? Что? Сколько? Охренеть. И заказ мне сразу прилетел, хотя я, по-моему, снималась с линии. Не знаю, почему так. Такого чая, по-моему, никогда не оставляли. Ну, мужчины точно мне такого чая никогда не оставляли. Обалдеть. А я за вами. Вам дверку открывать. Здравствуйте. У вас там было указано просто Рубенштейн на 12, поэтому я туда и подъехала. Понятно. Вот, я вам покажу просто вот. Сейчас. Вот, Рубенштейн на 12. Я не спорю даже. Все, все просто на всякий случай вдруг, да. А у вас есть какие-нибудь предпочтения по маршруту? Это особо нет, что я вам подскажу. Хорошо, спасибо большое. Монте-Карло подойдет, Ваня? Да? Да. Спускаемся вниз, я сейчас отхожу ворота, чтобы он развернулся. Спасибо большое. Вот сюда, да, получается? У вас очень красиво. Спасибо. Хорошего вечера, до свидания. Спасибо большое и вам тоже. Всего хорошего. Ребята, 1901 рубль. Офигеть. Вот это вот цены, конечно, просто. Это какой-то коттеджный поселок. Что могу сказать? Мне все нравится, правда. Я прям вспомнила, как я работала личным водителем, каково это ездить на хорошей машине. Мужчина у меня еще спросил, каково мне на такой машине ездить тоже. Там, ну, с ним поговорили. Вот. Удивляются мужчины, что я на такой большой и длинной машине езжу. А я, наоборот, обожаю такие машины. Просто мне очень они нравятся. И не вижу в этом ничего плохого, что, как бы, ну, девушка на такой машине. Ну, то есть, в смысле, не плохого, а такого удивительного ничего, мне кажется, нет. Вот по такой дороге где-то метров 700 надо проехать. Ну, может, почти километр. Ну, вот, здесь видно, что дорогу делают, что скоро уже будет асфальт. Ну, короче, поехали в город. Заказик прилетел. Я прямо как чувствовала, что нужно подъехать именно вот к ресторану. Правда, блин, подача, на самом деле, 7 километров. Ну, вот, подача 7 километров. Ну, да ладно, поехали. А еще я стала замечать, когда я останавливаюсь, мне сразу же приходит заказ. Вот, реально, пока я еду, заказа нет. А вот как только я нахожу место остановки, мне сразу прилетает заказ. По-моему, это прикольно, и, значит, я действительно буду стоять. Только нужно находить места реально хорошие, вот где-то ресторан, да, рядом там, не знаю, какой-нибудь театр, там, еще что-нибудь. Вот, так что обязательно нужно выбирать такие хорошие места. Я первый раз вообще в бизнесе, да, и в премиум, и поэтому, видимо, у меня заказов-то и не было. Вот сейчас вот раскатываю потихонечку аккаунт, и у меня прям заказ. Сейчас, ну, грубо говоря, заказ за заказом. Здравствуйте. Здравствуйте. огромное ощущение. Здесь у вас было... Субтитры сделал DimaTorzok Мы проехали всего 11 километров Как думаете, сколько стоил заказ? Я охренела, если честно Знаете, сколько он стоил? 1432 рубля Конечно, прям в супер-мега узких дворах Машина у меня такая крупногабаритная И не очень прикольная Но в целом, несмотря на то, что я на этой машине первый день Я прям чувствую габариты И у меня, короче, нет никакого напряга проезжать здесь Вот, единственное, смотрите, какие ужасные здесь дырки, да? Видно, да, наверное, было? Это, видимо, эти сняли лежачие полицейские, наверное Или что там они сделали Но просто по ним невозможно проезжать Кстати, у меня вот сейчас был первый заказ по премиуму Я поэтому и офигела, что за 11 километров столько денег люди отдали Потому что заказ по премиуму, ребят, смотрите Вот, премиум Это мой первый заказ по премиуму И это круто, если честно Вообще очень круто Сейчас уже, ребят, 12 часов Вот, смотрите, 12 часов Я, получается, на линии с 440, короче Мой первый заказ примерно в это время был И за эти 7 часов, вот запоминайте, я заработала 5748 рублей Потому что у меня сейчас все обнулилось И просто чтобы вы знали, что вот у меня до обнуления За 7 часов была такая сумма А сейчас вот сколько будет Сколько заработаю, не знаю Посмотрим Но вы тоже учтите, что я работаю по одному агрегатору И вообще первый раз в жизни я работаю по бизнесу Просто вот первый раз Моя первая смена Как бы я не знаю, где прям всегда заказы прилетают Просто вот ищу сама вслепую эти точки, где заказы приходят Вот, поэтому как бы тоже учтите это, ладно? А то скажите Ой, что-то ты ни хрена не заработала Опа-па Я же говорю, что здесь заказы приходят Именно на этом месте Вот просто мне уже какой по счету заказ пришел Так, подача 1 километр всего Погнали Удобно вам там сзади? Более чем Отлично А по маршруту есть какие-нибудь предпочтения? Короче, мужичок такой нетрезвый абсолютно Проехали мы 16 километров И получилось 994 рубля Ни хрена себе У меня сейчас заказ пришел Вот именно из этой точки Я в шоке вообще Офигеть А я думала, что мне придется полчаса ехать без заказа Подача, кстати, 4 километра Офигеть, ребята А еще хотела рассказать, что когда я подъехала Получается к заказу Там стояли два подбуханных мужчины Один из которых, ну, мой пассажир был И вот они начали мне Ой, а это ваша Ну, я же около машины стою А это ваша Семерочка В новом кузове В последнем Я говорю, да, вот 2019 года Ну, так сейчас 2019 Типа Надо говорить, что в последнем В каком месяце Типа Блин, вообще какую-то фигню мне несли Потом этот мужчина такой Ой, мне страшно прям к вам садиться Нормально? Ну, просто Ну, что за фигня вообще? Ладно Короче, все Забыли Но на самом деле Проветрить машину Действительно стоит По-моему, я освоилась Уже не страшно вообще Уже даже прикольно Интересно, кто там Ко мне придет сейчас Вообще со мной сейчас Девушка поедет Звонила мне ее подруга Вот И сказала, что очень приятно Что водитель девушка Типа Сказала еще про то Что хотела бы тоже поехать с нами Это приятно на самом деле И, кстати, я, по-моему, попала В какой-то лакшери район Такой прям реально лакшери Здесь домики такие красивые Всего они, блин, двухэтажные Тут трехэтажные Офигеть, тачки такие стоят Прям лакшери Реально Клево Красивое здание Очень Короче, очень долго выходит, блин Я замерзла Сейчас буду ловить Пассажирку свою Как только она выйдет Я сразу уже выбегу из машины У меня прям нос красный На улице минус один Прикиньте Минус один градус Мне очень холодно Просто ужас Здравствуйте 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 Пожалуйста Так Здравствуйте 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 Может кто-то куда-нибудь дальше поедет? Можно вопрос, какой мне страшно ездить? Со мной, конечно, наверное, бойко и мужчины, которые... Если честно, вообще не страшно, правда. Я работала в экономе, вот у меня сегодня первая смена в бизнесе. И поверьте, в экономе там страшно. Мне кажется, бывает очень много людей, которые, не знаю, наверное, могли бы нехорошо себя вести в отношении привлекательных девушек. Ну знаете, как бывает? Бывает, начинают не то, чтобы там приставать, а просто говорить, что вот, девушка за рулем, да страшно садиться, да я с вами не поеду. Такое тоже бывает. А у вас есть подушки безопасности? Мне вот пять надо, чтобы точно нормально вот такое тоже было. Я думаю, чего вообще просто? Сейчас я тоже подскажу. Очень приятная девушка, потому что да, вы можете куда-нибудь и танцы возьмите. Вот туда, да? Спасибо вам большое. Правда, очень приятно. У меня вот прям сегодня настроение, по-моему, все поднимается. По-моему, побольше бы такие... Водители? Все, давайте вам сейчас помогу. А у вас безналичный, по-моему, заказ. Вы мне ничего не... Да, безналичная оплата. Вы мне ничего не должны. Пойдемте, я вам сейчас помогу. Спасибо за конец. Спасибо вам огромное. Всего хорошего вам. Короче, первый раз такая ситуация, когда вот я не завершила заказ, и мне сразу же пришел новый заказ. Это просто нонсенс. И, кстати, еще мой первый чай... Ну как, конечно, не первый, наверное, там мне кто-то 50 рублей, кстати, оставлял онлайн, ну, через само приложение Яндекс. И вот моя первая наличка, мне девушка оставила 100 рублей. Офигеть. Это мило. Это реально моя первая наличка. Ну, не считая тех двух тысяч, которые мне на карту отправили. Как бы это тоже, можно сказать, наличка. Ну вот и подошла к концу моя первая смена в такси. В бизнес-премиум такси. Каталась я на офигенной тачке, на самом деле. Просто по управлению она шикарная. Вообще газку даешь. Полетела такая. Просто сейчас вам покажу, смотрите. Я прям сейчас резко нажимаю на газ. Вот. Полетела. Жалко, что вы не сидите рядом со мной. Уже вот 152. Жесть. Все, короче, хватит. Просто мне поворачивать. Сейчас уже на колпе она нужна. Вообще она реально летит. Она прям, знаете, прижимает вот так вот к сиденью. Это вам не Kia Optima, которая еле ехала, блин. Охренеть просто, блин, тачка. Я сегодня из-за кое-какой ситуации заработала всего лишь 10 тысяч за 12 часов. При том, что кое-какую сумму, я не могу сказать. Об этом вы узнаете в следующем видосе. Короче, кое-какую сумму мне не заплатили. Причем крупную сумму. Ситуация просто жесть, правда. Я не хочу вам рассказывать про нее сейчас. Просто... Просто это кошмар, правда. Вы, когда это увидите, вы, наверное, даже в это не поверите. Потому что я сама в это не могу поверить до сих пор. Что такая ситуация могла произойти. Ну, первая смена, как бы мне все понравилось, правда. Я хочу уже вторую смену, третью. И поработать так, на самом деле, немножко. Просто, ну, посмотреть, сколько можно нормально заработать. Но, опять же, из-за одного заказа, на который у меня ушло 2 часа времени. И я не получила с этого ничего. Пока что не получила. В общем, ребята, просто смотрите следующий видос. Я там расписку брала. Короче, просто жесть, реально. Я до сих пор не могу поверить, что со мной это произошло. Особенно в первую смену. Когда я только начала работать и привыкать к этому тарифу, блин. Ну, это дурдом. Это просто дурдом. Я не знаю. Я очень устала. Я безумно хочу спать. Мне просто закрываются глаза. Вот. И, короче, я поехала домой спать. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока.